В Усть-Каменогорске в выходные разгорелся скандал с нетрезвой чиновницей возле пункта вакцинации. Работница Акимата Подшафе приехала, чтобы выяснить, почему люди не могли получить прививку. Но только усугубила конфликт и сама попала под раздачу. Идира Какимова продолжит. Антон Князев – автор видео с чиновницей, ставшего уже вирусным. Он рассказал, что в воскресенье решил получить вакцину и приехал к передвижному пункту, который почему-то не принимал пациентов. После двух часов ожидания люди потребовали вызвать человека, ответственного за работу пункта. Но когда приехала сотрудница городского Акимата, претензии появились уже к ней. Ведь дама была выпившей, да еще и за рулем авто, рассказывает Антон. Еле стояла на ногах. Начала звонить людям непосредственно, ну как я по предварительной версии, госслужащим, которые, можно сказать, искали покровительство в ком-то, уйти от ответственности. Вела она неадекватно, соответственно, пугала, говорится, самих сотрудников полиции, где имеется видео, что там руководство. Позабыв о вакцинации, люди стали снимать чиновницу на видео, пока та пыталась открыть автобус ключами попутно, враняя тех, кто ее снимал. Позже вызвали полицию. Но к стражам порядка дама уважения тоже не проявила. Они не уходят, они здесь стоят, у нас будут компотированы. С моим медиком водитель едет. Я не могу открыть эту машину, да? Водитель едет еще. Это он, онлайн. Что-то 35 дней басовой номер никак не понимает, да? Онлайн. Я отключаю. Полицейские, выслушав угрозы в свой адрес, все же увезли чиновницу на освидетельствование. За управление транспортным средством в состоянии средней алкогольного пенения, которые влекут лишение водительского удостоверения сроком до 7 лет. Административное дело в отношении указанного водителя направлено в суд для принятия процессуального решения. Теперь сотрудницу аппарата Акима города ждет не только наказание за вождение в нетрезвом виде, но и служебное расследование. Пока ее отстранили от работы. Женщине до пенсии осталось 8 лет. Проведем служебное расследование по данному факту и по факту нарушения норм этики государственного служащего. По словам медиков, передвижной пункт вакцинации в тот день не работал, потому что водитель ушел на обед, закрыв двери автобуса. Но на фоне разгоревшегося скандала это уже кажется мало кому было интересно. Индира Гакимова, Илдош Жупанов, Информбюро, Усть-Каменогорск.